Меньше чем через два дня страна выберет своего президента. И мы предлагаем вашему вниманию интервью с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Александровны Памфиловой. Меньше двух суток остается до главного политического события, когда вот страна выберет своего президента. Конечно же сейчас очень широко обсуждается вопрос явки избирателей. Это самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, какие прогнозы вы делаете на явку? Прогнозы сделаны неблагодарные. Я очень надеюсь на то, что наша работа не прошла зря. Все-таки мы всех наших уважаемых соотечественников, граждан проинформировали об этих выборах. Рассказали, какие у них дополнительные возможности появились. И надеюсь, что очень хотелось бы верить в то, что большинство людей понимают, насколько значимы эти выборы. Вы видите, какая международная обстановка, что чем сильнее становится Россия, тем больше желания ее ослабить, поставить на колени. Как только мы стали отставить свой суверенитет, свою независимость, право на свою культуру, право на свои традиции, право на свои ценности. Не то, чтобы нам со стороны указывали, как нам жить. Как только мы собрали свои силы с чувством собственного достоинства, заявили о том, что мы всех уважаем, но мы хотим равноправных взаимоотношений, это не понравилось. Поэтому то беспрецедентное давление, которое оказывается со всех сторон, оно накладывает свой отпечаток на кампанию. Но вспомните, это же не сегодня, не вчера началось. Это даже началось не тогда, когда, скажем, в 2014 году. До Крыма. До событий на Украине. Вспомните, как пытались дискредитировать нашу Олимпиаду в Сочи. Это давно началось. То есть желание дискредитировать, ослабить Россию, чтобы, ну скажем, никто не мог возражать на мировом пространстве. И сейчас, то есть вы видите, вот что же сейчас происходит. Сейчас надо любой ценой эти выборы дискредитировать. Любой ценой дискредитировать чемпионат мира по футболу. И, естественно, мы все это на себе ощущаем. Я полагаю, что вот люди наши, возвращаясь к вашему вопросу, большинство из них все понимает и понимает, что это выборы не просто выборы. Это выборы как никогда важны. Вот если мы их проведем достойно, если люди придут, кто-то им из восьми кандидатов, вот у них вызовет симпатию, и они сделают осознанный выбор и проголосуют за того, кто им нравится, то это вот сантауна, то как пройдут выборы, как люди пойдут, как отнесутся, как они проголосуют, скажем, сколько людей будет. Это тоже все работает на укрепление страны. Это на укрепление страны, чем больше людей, тем более легитимны выборы считаются. На легитимизацию выборов, тем больше будет поддержки у избранного президента. Это отстаивать, это тыл, тыл, крепкий тыл в лице наших сограждан до главы государства отстаивать интересы России на всех площадках. Я надеюсь, что многие люди это понимают. Элла Александровна, вы следите за предвыборной кампанией вообще по всей стране, а вот что вы можете сказать о Якутии? Я хочу сказать, что были проблемы у нас в кампанию во время выборов в Государственную Думу, но с тех пор очень многое изменилось в лучшую сторону. Я прекрасно знаю, еще со времен, когда мы были оба уполномоченными по правам человека, нынешнего председателя избирательной комиссии Республики Саха и Якутии. Человек спокойный, человек достойный и человек, скажем, правильно понимает все задачи и умеет их решать. Поэтому, в общем, атмосфера, скажем, и взаимоотношения, они наладились. Я бы сказала так, что у нас нет сейчас никаких озабоченностей, скажем, и нет таких, скажем, каких-то проблем, которые нас бы как-то настораживали. Вот абсолютно спокойно относимся и считаем, что у вас все будет нормально. Вот такая уверенность и есть. Хотела бы пожелать, чтобы действительно наши граждане России, люди, которые живут в Республике Саха и Якутия, замечательные люди, очень, скажем, много там уникального, интересного. И хотелось бы пожелать благополучия и надеюсь, что и выборная кампания пройдет очень достойно. Светлана Александровна, а вот вы помните, раньше день выборов, это был таким неким праздником, устраивались различные развлекательные мероприятия, буфеты на участках. Вот как вы считаете, стоит ли вернуть эту практику? Ну, многие так сейчас и делают, и считаю, конечно, это очень хорошо, когда, во-первых, приходят на избирательном участке, в помещение для голосования, доброжелательная комиссия, доброжелательные наблюдатели, все ждут избирателя. И, конечно, ощущение праздника, гордости из-за себя, что я не поленился. Я понимаю, как это важно. Я пришел, как человек, уважающий себя как гражданин, пришел с семьей. Я помню, я ходила, маленькая была, родители меня брали. Все мы это помнили, праздник, действительно. Там где-то музыка играет. Я полагаю, что, знаете, очень здорово это, лишний повод собраться, встретиться там, потом после этого еще чайку попить у соседей друг у друга. Я уверена, что такая праздничная атмосфера, потому что это грандиозное политическое событие, это очень здорово. И для всех, и для всех, и для пожилых, и для молодых, и для детишек. Потом важно, чтобы человек пришел в таком хорошем настроении и ушел с избирательного участка, тоже в хорошем настроении. Поэтому я согласна, это здорово. На ваш взгляд, каков самый важный аргумент, который мотивировал бы граждан все-таки прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор? Самый главный аргумент. Если человек хочет, чтобы его настоящее, его будущее во многом зависло от него, если человек уважает себя, то он считает важным внести свой вклад в то, какая будет страна завтра, как будут жить его дети. Он хочет влиять, потому что это его страна, это его земля, это его семья, это его близкие люди. А если человеку все равно, если он ленив, равнодушен, то пусть тогда не обижается на то, что решает не он, а решают вместо него. Я полагаю, что на выборы ходят люди неравнодушные, люди зрелые, как граждане. Можно быть молодым, но зрелым, как гражданин. Люди, уважающие себя, люди, имеющие чувство собственного достоинства. Это сообщество людей, ответственных за себя, за свою семью, за свое будущее. И они не хотят, чтобы кто-то или со стороны, извините, из-за границ нашей страны навязывал нам образ жизни, ценности. Это наша страна, наша земля. И нам с вами решать. Мы разберемся, мы такие разные. Мы имеем разные взгляды, политические. Мы многонациональная страна с разными традициями, культурой, но нас объединяет. Мы найдем общий язык. Мы справимся со всеми трудностями. Но мы сами и никто вместо нас. Вот это ощущение, что мы сами и никто вместо нас. Вот эта избирательная кампания, она отличилась тем, что, в общем, не так много на самом деле нарушений и жалоб, как было, допустим, если в сравнении брать с прошлыми годами. Вот с чем вы это связываете? Мы связываем это с тем, с большой системной работой. Это следствие нашей системной, огромной, каждодневной работы. Работы осмысленной, четко просчитанной, работа на основе того, что мы выявили все слабые точки. Она не, скажем, такая вральная, она системная, она ежедневная. И шаг за шагом, и сейчас до выборов, и на выборах, и после выборов мы будем продолжать этот процесс. Потому что очень важно, чтобы у людей было максимальное доверие к тому, как голос человека. Это же не просто прийти проголосовать. Я считаю, что выборы, выбор и голосование, они различаются. Выбор – это когда человек подумал, посмотрел, взвесил все. Это осознанно он пришел к этому выбору. А голосование – это уже процесс. А потом пришел и проголосовал. Так вот, человек должен быть уверен, любой, что он не зря пришел, проголосовал. Что его голос никуда не пропадет, что он будет адекватно отражен. Никто его не сфальсифицирует. И что в результате этого действительно, скажем, тот человек, кому отдал голос, избранный президентом, что это было не напрасно. Что это было не напрасно. Что будут изменения, то есть те наказы, которые идут от людей. И вот эта система, понимаете, общественного запроса, когда должна быть обратная связь между первым лицом и обществом, людьми. Я думаю, что мы сейчас уже это видим, что процесс очень серьезно в России развивается. Я думаю, что он дальше будет развиваться. Почему? Потому что активный гражданин, он не только качает права. Имею право, но имея право, я еще несу ответственность. Вот такое сообщество ответственных неравнодушных граждан, оно никогда не позволит власти плевать на себя. Вот это очень важно. Если люди активны, всегда руководители, власть понимают, что придется считаться. Даже нравится, нравится. Если люди только ворчат и пассивны, на выборы не ходят. Только, да, все виноваты, только я вот лежу, один плюю, там в потолок и ничего не делаю. Но все плохо, да. Ну, позволяет власти быть такой, какой она есть. Понимаете, на любом уровне. Не ремонтировать дороги, не ремонтировать крыши. Поэтому это все взаимосвязано. Спасибо вам большое. Несмотря на такой плотный график, вы уделили время для республики Саха. Спасибо вам. Я хотела бы пожелать всем жителям республики Саха-Якутия благополучия. Благополучия, побольше тепла в ваших суровых климатических условиях. Спасибо большое. Больше тепла в любви, взаимопонимания. И, знаете, и пусть наша жизнь меняется к лучшему. Спасибо большое. Я еще раз напомню, что мы разговаривали с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Илой Александровной Памфиловой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова